В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Взлетая выше неба, в регионе подрос прожиточный минимум. Уроков больше не будет. Для выпускников школ прозвенел последний звонок. Белые банты, цветы, ленты выпускников. Последний звонок прозвенел сегодня для выпускников кандалакшских школ. Позади уроки, домашние задания, сложные и контрольные. А сегодня последний звонок. На этот раз он прозвенел для 159 выпускников 11 классов и 408 девятиклассников. За школьные годы мальчишки и девчонки повзрослели, добились немалых успехов и побед, сформировались как личности, стали самостоятельными. На праздничной линейке выпускников поздравляют учителя, представители управления образования, родители. А ребята делятся своим настроением и мечтами, которые каждый сегодня в это верит, обязательно сбудутся. Последний школьный вальс, последний звонок. Для вчерашних школьников это прощание с определенным этапом в жизни. Это символ окончания беззаботного детства. После торжественных линеек в школах выпускники устремились на центральную площадь. В год 500-летия Кандалакше в городе прошел парад выпускников. Казалось, даже солнце выглянуло из-за туч, чтобы посмотреть на молодых, красивых и успешных. Настроение создавало буквально все. Улыбки, цветы, музыка, воздушные шары, белые фарточки на выпускницах и неизменный школьный вальс. Символ прощания со школьными годами чудесными. Последняя встреча, последний экзамен и в школе последний звонок. Веселая юность прощается с нами в преддверии дальних дорог. Свинит, свинит звонок, свинит для нас. В торжественной обстановке были особо отмечены педагоги кандалакшских школ. Люди, отдавшие много лет на то, чтобы из любознательных первоклашек вырастить взрослых, самостоятельных, уверенных в себе ребят. Пятеро из них были отмечены премией «Надежда Кандалакши». Так, в номинации «Общественно полезная деятельность» премия вручена Александру Тульчинскому, обучающемуся школы мужества «Дюц-ровесник». В номинации «Художественно-культурное творчество» отмечены Яна Козлова, обучающаяся «Дюц-ровесник», и Кира Слатенкова, воспитанница музыкального театра «Телебом» из Зеленоборского. В номинации «Спортивные достижения» премия «Надежда Кандалакши» присуждена Игорю Пузанову, обучающемуся детско-юношеской спортивной школы. В номинации «Научно-исследовательская деятельность» отмечена Дарья Талышева, обучающаяся средней школы номер два. Впереди у выпускников непростое время, экзаменационная пора, нет сомнений, ребята пройдут все испытания с честью. Характер закаляют трудности, но даже и они не страшны, если умеешь радоваться жизни и каждому новому дню. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Кандалакше продолжаются командно-штабные учения по гражданской обороне. Продлятся они несколько дней за это время силами службы и подразделений МЧС. Будет отработано несколько сценариев по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Ураганный ветер – есть угроза обрыва сетей электроснабжения в одном из микрорайонов города. В зоне риска – социально значимые объекты, функционирование которых из-за ЧП будет нарушено. Такова вводная первого дня учений. Информация о неблагоприятных погодных условиях поступает в единую диспетчерскую службу. Дежурный передает сводку дальше руководству района. Те принимают решение – срочно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям. Теперь задача сотрудников ЕДДС – оперативно оповестить всех заинтересованных лиц. Поступила информация по тренировке о том, что на территории муниципального образования городского поселения Кандалакша в отдельных районах Нива-3 сила ветра может достигать 25 метров в секунду. Существует возможность временного нарушения жизнеобеспечения населения, производственной деятельности предприятий, а также учреждений здравоохранения и образования. На сборы у комиссии ровно 30 минут. Решения принимаются быстро. Сегодня отрабатывался вопрос взаимодействия. Завтра уже новый сценарий с выездом на место условного ЧП. На склад водоканала, где произошла утечка хлора. В ликвидации этой нештатной ситуации будут принимать участие все экстренные службы города. Главное было отделить вопрос на состояние системы разведки. То есть, ну так и все образно говоря, это должны развернуть системы СНЛК, это лабораторное контрольное за окружающей средой. Вот как раз Роспотребнадзор свои силы и средства будет разворачивать, и мы свои силы и средства развернем. И организация взаимодействия между этими силами и средствами. И, соответственно, силы и средства, которые мы привлекаем для ликвидации чрезвычайной ситуации. В сценарии сложнее, а объект опаснее, поэтому при необходимости в рамках тренировки будут проведены мероприятия по оповещению и эвакуации населения. Жить станем лучше, жить станем веселее. В Заполярье установили новый размер прожиточного минимума. Минимум подрос, да еще как, более чем на 500 рублей. Соответствующее постановление правительства уже подписано. Согласно документу, размер прожиточного минимума в Мурманской области за первый квартал 2017 года составит 14 067 рублей. Для трудоспособного населения эта величина установлена на уровне 14 632 рублей. Размер прожиточного минимума для пенсионеров – 11 732 рубля. Для детей – 14 547 рублей. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи.